Я расскажу про наш подход к повышению эффективности DLP за счет использования платформы комплексной аналитики. Направление предотвращения утечек информации развивается в России уже более 15 лет и продолжает развиваться. Если решения DLP дополняют классические средства информационной безопасности, которые в первую очередь сконцентрированы на внешних угрозах, то DLP сфокусированы на утечках и нарушениях изнутри компании. А также хорошо помогают справляться со сложными сценариями, с которыми средства защиты периметра не всегда успешно детектируют и не всегда их выявляют. Например, в случае использования программных средств вымогательства, шантажа, класса атака, рэнсом вара. Вообще, что драйвит использование DLP? Почему это по-прежнему востребованный инструмент? Ну, в первую очередь, наверное, деньги, да, то есть стоимостные оценки угроз, утечек постоянно растут, и вообще угрозы ИБ оцениваются по миру ежегодно в триллионы долларов. Также DLP закрывают требования регуляторов и еще предоставляют, кроме базового набора классических функций по предотвращению утечек, и дополнительный набор функциональности, ну, например, для HR, да, то есть сегодня это инструмент, который позволяет HR, в том числе, пользоваться, контролировать, мониторить сотрудников. Вообще, предотвращение утечек всегда будет актуальной темой для бизнеса, пока, собственно, сам бизнес есть, пока в организации есть сотрудники, эти сотрудники живые люди, пока в организации есть бизнес, значит, есть чувствительная информация, соответственно, всегда есть угрозы, риски, да, что живые люди что-то сделают неправомерно, нелегитимно из той информации, которая есть. Как говорится, не там ворк ровет, где много, а там, где лежит плохо. Что же мы ожидаем от DLP сегодня, да? Какие требования предъявляются к хорошей современной DLP? Ну, конечно, должна быть богатой по набору функционала, по качеству детекции, качеству анализа информации, чтобы позволять обеспечивать охват всех информационных потоков, которые протекают, обрабатываются, хранятся, возникают в организации. Должна быть качественность, чтобы выявлять инциденты, угрозы на ранней стадии, а желательно и предотвращать их. Также мы считаем важным момент, чтобы современная DLP была гибкой, встраиваемой, то есть, чтобы она могла действительно стать частью экосистемы безопасности организации. Я говорю сейчас не просто, когда мы сбрасываем логи, там, CM-систему, да, чтобы какие-то корреляции выявлять. Мне кажется, нужно что-то большее, да, то есть, хорошее API, которое позволяет всю полноту информации, которую DLP умеет детектировать, забирать, да, чтобы полностью весь этот функционал мог быть передан дальше, да, на какую-то комплексную систему. Несмотря на зрелость современных DLP-решений, похоже, объем утекаемой информации продолжает только увеличиваться. Крепки заборы, да хитрые воры, отвечают службе ЕБ, кибернарушители. В первую очередь, сложность хорошего решения информационной безопасности, хорошего DLP-решения в том, что мы имеем огромное, бесконечно огромное количество каналов, инструментов, протоколов, средств передачи информации, обработки информации. Трудно всегда поспеть, и некоторые каналы трудно охватить в принципе, в том числе изменение режима работы, да, когда возникают новые бизнес-процессы в организации. Трудно поспеть всегда службе ЕБ, и трудно поспеть тем инструментам, которые есть в распоряжении службы ЕБ, за изменениями в бизнесе, а иначе служба ЕБ становится им барьером, да, для развития бизнеса. Важная проблема не всегда легко, а часто трудно, да, идентифицировать и привести информацию к какому-то единому стандарту для того, чтобы автоматически можно было детектировать, идентифицировать. Пример. При внедрении DLP-системы уже на этапе пилотной зоны офицеру безопасности попался на глаза электронные сообщения, сотрудник отправлял с корпоративной почты на личную внешнюю почту сообщения и с прикрепленным гердовским файлом. На первый взгляд ничего страшного, файлик как файлик. Видно, что сотрудник занимался, подрабатывал написанием дипломных курсовых работ. Наверное, не очень хорошо, возможно, есть вопросы у службы HR, но все-таки это не является каким-то серьезным инцидентом, да, безопасностью, тяжелым случаем. И все же вот в файле была табличка с какими-то циферками, с какими-то процентами. Действительно, офицеры безопасности заинтересовали эти цифры, но он не смог определить, да, вручную, что за циферки. И только коммерческий директор увидел в этих цифрах воронку продаж организации. То есть чувствительная информация, которую даже при ручном анализе трудно идентифицировать. А как это автоматизировать и превратить это в автоматический инцидент, ну, и вовсе непонятно. Ложно-положительные срабатывания, то есть тысячи индикаторов, тысячи событий, которые генерируют ДЛП, и за которыми нужно выискать действительно случаи, показатели к нарушениям безопасности, еще одна проблема, да. И еще я бы хотел озвучить, что по-прежнему ДЛП это все-таки больше про реагирование. Все-таки про активное выявление будущих инцидентов и будущих нарушений пока, наверное, не является сильной стороной современных ДЛП. Основа ДЛП это политики безопасности, да, поднастроенные политики. Все-таки политика это когда мы выстраиваем какие-то правила, да, которые нам уже известны и пытаемся поймать те инциденты, с которыми мы уже знакомы. То есть выявить что-то в будущем на основе политик сложно. Наш подход это усиление возможности ДЛП, повышение эффективности ДЛП за счет комплексного анализа. То есть мы берем за основу ту информацию, те индикаторы, те события, которые обеспечивает ДЛП-система, их действительно много, и добавляем другие инструменты информационной безопасности в качестве источников. Мы добавляем внутренние источники организации, мы работаем с общедоступными внешними реестрами информации. ДЛП-система действительно основа платформы. Мы собираем все доступные индикаторы, работа с файлами, запуск процессов, работа с приложениями, всю информацию, которая доступна с ДЛП. Но мы еще добавляем такие вещи, которые доступны на уровне базы данных, да, то есть инструмент мониторинга, аудита базы данных позволяет фиксировать нам индикаторы, связанные с таблицами, с названием полей, с содержимым ответов полей. Мы с инструмента защиты сетей, мониторинга сетей можем забирать все сетевые активности, использование протоколов, статистические выкладки по трафику. Из внутренних систем компаний мы можем забирать все индикаторы, связанные с бизнес-процессами организации, из ИЧАР можем забирать информацию по сотрудникам, из СКУДА доступ сотрудников в организацию физически и так далее, и так далее. Все это существенно повышает объем информации, с которыми мы можем работать и повышает качество расследования, качество выявления инцидентов безопасности. Основными возможностями системы являются, в первую очередь наш фокус, это автоматизировать работу и повысить эффективность работы офицера безопасности, службы информационной безопасности за счет автоматизации. То есть мы хотим обеспечить сотруднику, офицеру безопасности инструмент, который позволит ему вырваться из рутины, из какой-то низкоуровневой обработки индикаторов данных и копании в низкоуровневых данных. Мы хотим, чтобы он сконцентрировался именно на уже сформированных показаниях к инцидентам безопасности. Мы используем средства машинного обучения для профилирования и выявления отклонений. У нас есть хороший функционал именно проверки сотрудников, формирования досье по сотрудникам, скоринг сотрудников, скоринг организаций контрагентов или будущих контрагентов. Ключевыми инструментами платформы являются выстраивание политик и цепочек событий, цепочек правил, механизмы, связанные с построением связей, выявлением скрытых связей, а также модули поведенческой аналитики основаны, опять же, на профилировании. Цепочки правил, цепочки событий – один из основных инструментов. Здесь мы работаем не только с теми индикаторами, которые уже заложены в DLP-систему. Например, с помощью данных, получаемых с DLP, мы можем выстроить такую цепочку, как запуск приложения Excel, работа в Excel, сохранение файла, формирование архива и скидывание архива на флеш. То есть это возможности DLP, которые позволяют выстроить цепочку, которая будет хорошо показывать понятный и, в принципе, актуальный инцидент, сценарий безопасности. Но если в нашем распоряжении есть индикаторы и события, информация не только из DLP, если мы можем также видеть работу с таблицами баз данных, с полями базы данных, если мы можем формировать цепочку на основе, в том числе, содержимого ответов из базы данных, если мы подключаем к платформе инструмент Network Traffic Analysis, если мы видим сетевые активности, например, перенос информации из корпоративного сегмента, из закрытого в общедоступный корпоративный сегмент, если мы подключаемся к информационным системам собственных компаний, мы существенно увеличиваем эффективность, да, то есть картина становится более полной, и эффективность настроенных цепочек, настраиваемых цепочек существенно увеличивается. Рассмотрим случай утечки коммерческой информации. Предположим, у нас есть сотрудник, у которого есть ноутбук, и на этом ноутбуке по служебной необходимости все же открыты USB-порты, то есть это является служебной необходимостью передачи файлов на этот ноутбук, или скидывания файлов на флеш. Во-первых, есть сотрудник, который достаточно умен, и который понимает, что, во-первых, у него есть доступ к закрытому каталогу банка, а во-вторых, он понимает, что если вынести каким-то образом, переместить эти данные в общекорпоративный сегмент, то дальше уже вынести из организации будет намного проще. Он понимает, что если чуть-чуть похимичить с файлом, превратить его в архив, замаскировать под видео файл, переименовав форматом P4, то можно попытаться DLP-систему обойти. Действительно, если мы стараемся настроить цепочки только на основе индикаторов, которые нам отдает DLP-система, то такой кейс трудно решить. И знаем, что при наличии DLP-системы все-таки данные утекли при таком сценарии. Мы предлагаем дополнить те индикаторы, которые позволяет DLP-система. Опять же, мы берем события с базы данных, причем никто сейчас не пытается сделать выгрузку из базы данных большим куском. То есть злоумышленник старается в течение длительного времени порциями по кусочкам утащить блок информации. Если мы контролируем сетевые потоки сетевой активности, мы можем увидеть и зафиксировать перенос информации, перенос файлов из одного сегмента организации в публичный, в общекорпоративный сегмент. Ну и, естественно, DLP, то есть те индикаторы работы с файлами, с USB-устройством являются ключевыми. Так вот, сам по себе каждый вот этот кейс, каждый индикатор отдельно на каждом инструменте информационной безопасности не является, собственно, показательным к инциденту. То есть обработка лишь одного индикатора, или там группы индикаторов, которые мы с одного инструмента берем, не позволяет нам выявить цепочку. А когда мы выстраиваем эту цепочку и собираем индикаторы, агрегируем их, индикаторы, получаемые с разрозненных систем, с разных систем, то такая цепочка действительно выстреливает, и этот кейс хорошо отрабатывается. Профилирование. Профилирование – это уже изученная и, можно сказать, стандартная функция DLP-системы. Кто-то в зале спрошу, работает с профилями в DLP? Хорошо, что да. Плохо, что никто не признается. И все же профиль действительно – это мощный инструмент. То есть когда мы выделяем сущность, и обычно для информационной безопасности организации сущность – это, собственно, сотрудник. Когда мы формируем те индикаторы, которые будут, собственно, входить в модель и определять модель. Опять же, с DLP – это все активности на рабочем месте, которые сотрудник совершает, формирует модель. После этого происходит режим ретроспективного обучения, то есть когда перелопачивается вся информация, которая уже накоплена по сотруднику. Обрабатывается вся вновь поступаемая информация. В результате, когда у нас добросовестный сотрудник в какой-то момент, в четверг вечером решил чем-то позаниматься, и покопить данные, и потаскать там информацию, это будет уже отклонением от ранее сформированного пользователя, и это будет индикатором офицеру информационной безопасности для проведения расследования. И опять же, за счет того, что у нас есть платформа, которая собирает индикаторы из разных инструментов ВБ, из внутренних систем заказчика, мы получаем действительно многофакторный анализ, то есть качество профилирования существенно возрастает. Такое многопрофильное, многофакторное профилирование позволяет действительно превентивно выявлять сотрудников, склонных к злоупотреблению, к мошенничеству, или банально к увольнению. Также платформа позволяет, и важным фокусом вообще функционала платформы является выявление внутреннего мошенничества, которое в первую очередь основано на связях, на выявлении связанных сотрудников, на попытке выделения, попытке отслеживания аффилированных сотрудников. И одно дело, когда у нас есть DLP, который показывает нам связи на основе переписки на рабочем месте, многоокранной, то другое дело, мы можем подключать информацию, которую забираем из HR, контролировать, выявлять случаи, когда у нас сотрудники или сотрудника контрагента учились вместе в одном ВУЗе в одно время, например, когда мы можем анализировать корпоративный биллинг и видеть в том числе и связи из биллинга, в том числе и местоположения из биллинга. Действительно, качество построения, выявления связей и выявления аффилированности, то есть существенно это качество возрастает. Подчеркну, что платформа позволяет действительно выйти от уровня низкоуровневых задач, с которыми обычно работает СИЭМ, то есть мы не работаем с какими-то низкоуровневыми данными, регулярные выражения, с которыми офицер безопасности должен быть знаком и тратить много времени на это. Мы за счет возможностей именно системы выводим работу сотрудника безопасности на более верхний уровень, когда он действительно уже предобработанный индикатор, предобработанный сценарий уже все видит и работает с верхнеуровневыми, уже сформированными инцидентами безопасности. Подчеркну, что действительно ДЛП – это мощный инструмент, который по-прежнему актуален. Есть ряд недостатков и ограничений, которые я постарался сегодня выделить. И опять же наш подход – это агрегирование информации не только с ДЛП, но и с других инструментов безопасности, соинформационных систем внутренних компаний для того, чтобы повысить эффективность использования ДЛП и вообще повысить эффективность работы службы безопасности. На примере крупного оператора связи федерального видно, что какое-то время бесконтрольно росла численность, непредсказуемая росла численность штата, отделы информационной безопасности. Буквально боялись, что скоро на каждого сотрудника будет… На кого намекаете, Денис? Намекаю. Я, наверное, сейчас слух не буду озвучивать. На каждого сотрудника буквально по офицеру безопасности скоро было бы. Мы остановили этот рост за счет внедрения экосистемы продуктов. И, что важно, еще повысили скорость реагирования службы ИБ, потому что зачастую проверки ИБ являются тормозом. То есть, когда проверка сотрудника или контрагента занимает три дня, это действительно замедляет бизнес. То есть, система позволяет повысить эффективность бизнеса в том числе. Денис, вот про СИЭМ уже в конце в САУМ сказали, да? Ну, казалось бы, да? Вот взяли все из СИЭМа, скоренько применили и получили результат. Вот много звучало о дополнительных каких-то системах, из которых вы забираете информацию. Но это все же какие системы? Это все-таки аналитика ИТ или аналитика безопасности? Дополнительные. Ну, пример простой, да? Я, допустим, пропустил письмо с вложением, и тут же у меня отказ в обслуживании на машине. Дальше у меня отрубился удаленный доступ, и поехал Троян в виде таргетированной атаки. Вот это все можно взять из СИЭМа. Вот в вашем случае это все-таки по большей части скоринг откуда. Вот так. Мы фокусируем нашу систему, как я уже сказал, на более высокоуровневых событиях. То есть мы хотим именно, основная фишка – это автоматизировать. То есть, по нашему мнению, все-таки СИЭМ – это достаточно тяжелая и низкоуровневая система, с которой приходится офицеру безопасности. Во-первых, он должен быть хорошо подготовлен, чтобы уметь работать с СИЭМом. Во-вторых, все-таки на это тратится очень много времени, как мы считаем. То есть мы выстраиваем систему именно, чтобы в человеческом понятном интерфейсе, с понятными сущностями, то есть не с какими-то там низкоуровневыми числовыми данными, IP-порты и прочее работать, а с сущностями вида человек, компания, номер счета, то есть более высокоуровневая работаем. Вот это, наверное, главное отличие, которое я бы хотел сказать. Да, хорошо, но, видимо, ПХД прошел даром, потому что СИЭМ сейчас стало легче, и Макс Патрал О2 – это вообще вещь, которой даже и человек не нужен рядом. Хорошо. У меня короткий вопрос такой. Вот если офицер безопасности получает такую информацию из всех систем, включая биллинговые, своих сотрудников, сможет ли он потом покинуть эту компанию? Ну, я, наверное, не готов в такие плоскости уходить. Я надеюсь, что да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!